Сегодня мы с вами поговорим немножко про 16-ю страницу трактата Гитин. И здесь в основном технические детали, опять вот про разные случаи, когда не полностью есть от одного человека, от одного посланника свидетельство того, что весь гет был написан и запечатан, то есть подписан перед ним. Как я уже говорил, эти технические детали выходят за рамки наших уроков. Это почти не случается сегодня, чтобы было практическое значение во всем этом. А вот в конце нашей страницы и продолжение на следующей странице, я, чтобы не прерывать эту агаду, приведу все вместе. Тут довольно интересная история, которая начинается с того, что заболел великий мудрец раба Барбархана. Это был мудрец из земли Израиля родом, но, видимо, находился в Бавилонии в этот момент. И он заболел. И к нему пришли Рав-Ягуда и Раба, или по другой версии, здесь сбоку написано Сфари Махерим, да, другая Гирса Рабонан. В общем, какие-то равины, в том числе Рав-Ягуда, пришли его навестить. Рав-Ягуда был, наверное, самым великим мудрецом своего поколения. Он был учеником и Рава, и Шмуэля. Вот первое поколение Амурая в земле, в Бавилонии, были Рав и Шмуэля. Рав – это рабя Бариха. И Рав-Ягуда учился и от того, и от другого. Поэтому его часто, он очень много упоминается. Вообще Рав-Ягуда в Талмуде – один из самых упоминаемых мудрецов. Рав-Ягуда Барихескелева звали. Так вот, этот Рав-Ягуда и еще какие-то равины пришли к рабу Барбархана, когда тот заболел, чтобы его, так сказать, навестить. И спросили у него такой вопрос. Если двое привезли гет из другой страны, им нужно говорить «Бифанейну нехтав» у «Бифанейну нехтам»? Если два человека принесли, нужно ли им говорить тоже, что перед нами было все сделано? Или раз есть два свидетеля, то больше ничего не требуется? И он им ответил, что не нужно. Что если бы они сказали, что она перед нами развелась, мы же бы им поверили, это же свидетели. То есть это как своего рода Кальвы Хомер, что ли, или Мигу. Поэтому мы наверняка им в любом случае верим, и не нужно никаких утверждений дополнительных. Между тем, пришел какой-то хавра или хивра. Это были какие-то священники экстремистской секты зороастризма. Какие-то маги. И у них был праздник в этот день, как видно из контекста, когда никому нельзя иметь огонь в доме, потому что весь огонь как-то связан был с поклонением огню как-то. И они в этот день не давали никому иметь огонь у себя, даже свечку. Так вот, пришел этот человек, маг этот, священник персидский, и забрал у них свечку, оставил их в темноте. Кстати, в другом месте там он обсуждает, что делать в Хануку, когда вот совпало, если с их праздником Ханука, и, соответственно, они нам не дают зажигать свечки. Так вот, сказал на это, видимо, Рава Варахана, воскликнул, «Ой, Всевышний, либо в твоей тени, либо в тени детей Исава». Так они называли обычно римлян. Считалось, что римляне каким-то образом связаны с потомками Исава. Я уже говорю в другом месте, что это может значить, в буквальном смысле или нет, но вот часто если домом ассоциировали всю Римскую империю. Он говорит, «Уж лучше быть, если не в твоей тени Всевышней, то хотя бы быть под римлянами, а не под этими персидскими магами зерооастристами». Были времена, когда с зерооастристами и евреев были относительно неплохие отношения. Там было по-разному, но, видимо, это была одна из экстремистских сект в этот период времени. Так он сказал, воскликнул тогда от горечи, что если бы уж ты не хочешь, так сказать, нас делать независимыми, чтобы мы бы обитали в твоей тени, хотя бы, лучше уж при римлянах. Вот. И на это Гемора спрашивает, а что? Это уже мы читаем следующую страницу, но, как я сказал, не хочу прерывать посередине Агаду. Спрашивается, а что? У нас написано в наших изданиях, арамейцы, что ли, лучше, чем персы? Конечно, арамейцы это здесь изменили из-за цензуры, потому что с римским правительством ассоциировали позже всю Европу, и, соответственно, когда выходили из издания Талмуда, часто римлян меняли на арамейцев здесь. Ромай, арамай, как-то так, наверное. Что говорит? Арамейцы, что ли, лучше персов? То есть, в смысле, что римляне действительно лучше персов? Римское правительство тоже жуткие декреты делали против юреского народа. А вот же мы учили, что Скара-Бехия, что Всевышний заранее, так сказать, это стих из Иова, он цитирует, что Всевышний знал, что евреям не выдержать гнета, опять же, написано арамейцев, имеется в виду римлян, гнета римлян, поэтому он нас изгнал в Бавилонию, что в Бавилонии были относительно либеральные правители по тем временам, евреям жилось гораздо лучше, да, постоянных преследований, как было в земле Израиля. Все-таки у бавилонского еврейства такого не было, были только изредка преследования. И отвечает Алмуд, локашия, в этом нет сложности. Это, говорит, до того, как пришли вот эти хивари или хавари в Бавилонию, то есть до того, как Бавилония стала Зороастрийской, когда вот пришла эта секта магов, а это после того, как пришли, в смысле, что сначала Бавилония была относительно хорошо, лучше, чем под римлянами, но потом стало действительно хуже. Ну, как сегодня, если бы сказали, что в разных поколениях бывало, что евреи в мусульманских странах жили лучше, чем в странах христианства и пытались убежать туда, а бывало наоборот, что мусульмане жутко преследовали евреев. Бывало по-разному. Как вам хочется сказать, что с времен, когда пришли вот эти экстремистские секты Зороастрийстов, с этого момента стало евреям совсем уж туго в Бавилоне. Бен Йогояда, это Бен Ишхай, да, раб Йосиф Хайм, великий мудрец из Багдада, примерно сто лет назад жил. Он пишет в своих комментариях к Агаде, называется Бен Йогояда, у него есть несколько комментариев к Агаде, есть еще Бен Аяху, но вот в Бен Йогояда он пишет, что, во-первых, заметьте интересную вещь, что когда пришли мудрецы навещать раба Бархану, то они занялись сразу Торой, да, что они стали вопрос спрашивать по нашей суке, и поэтому это здесь приводится, насчет того, если два свидетеля, два посланника принесли Гетт, то есть получается, что они, видимо, видели в этом захут определенный, что пусть занимаются Торой, они не стали просто болтать, а занялись сразу же Торой. И даже больной человек для него все-таки лучше было, да, он сконцентрировался и попытался ответить на их вопрос. Кстати, интересно, мне даже кажется так, что это в каком-то смысле для многих мудрецов Торы, именно Тора их больше лечит в прямом смысле, не нужно даже говорить о чуде здесь, а в прямом смысле человек, который все время связан с Торой, если к нему приходят и задают вопрос по Торе, это его оживляет, он отвлекается от своей болезни, его это так радует, что он может пирпуль немножко сделать, да, какие-то вопросы обсудить, какие-то свары. Да, говорят, что были вот мудрецы, которые, например, когда они болели, единственное, что просили, чтобы привезли просто кого-то, кто будет заниматься Торой рядом с их кроватью, просто им приятно видеть, что кто-то читает Талмуд, изучает, вот, поэтому я думаю, что они видели в этом прямо настоящую жизнь, что дать жизнь этому больному тем, что будут его спрашивать вопросы по Торе, оживленная дискуссия начнется. Это первое. Второе пишет также, также он, Бен Игояда, что есть такая каббалистическая традиция, которую приводит Бен Иссахар, или Бен Иссасхар, да, был такой мудрец, эшкинавский из Динова, Динова-Реби, да, хасидский мудрец, который написал книги по всем праздникам, у него там много очень каббалы и глубоких идей, очень цитируемая книга. Так вот, он там в каком-то месте пишет, в основном, что так его Бен Иссахар цитирует, что мы видим, когда Моше молился Всевышнего, чтобы исцелить Мирьям, помните, была очень короткая молитва, самая короткая молитва Моше, буквально почти все слова там по две буквы. Кельнара фанала, Бог вылечи ее. Так Всевышнему ответил, как Кальва Хомер своего рода, что если уж в нее бы отец плюнул, она бы стеснялась неделю, пусть в неделю находится вне лагеря, а потом вернется назад, что будет проказанная неделя. Так вот, это считается одним из Кальва Хомеров в Торе, что тем более, если уж в нее бы отец плюнул, она бы стеснялась, тем более, когда я ее наказал, пусть в неделю отбывает, так сказать, в карантине будет. Так вот, говорит на это Бен Иссахар, согласно тому, как созирует Бен Ишха, я не смотрел это место в Бен Иссахар, я не знаю, какое место он цитирует, я не такой специалист в хасистских книгах. Но, во всяком случае, он говорит, что Кальва Хомер помогает вообще в лечении болезней. Что это Сигула получается, поэтому получилось, что они его спросили вопрос, на который ответ фактически своего рода Кальва Хомер, что двух свидетелей достаточно, и не нужно им говорить, что перед ними был написан и запечатан гет. Что тем более, если бы, да, если бы они просто качественно развелась, то тоже бы мы им поверили. Но, во всяком случае, это говорит, что получилось так, что это помогло ему в развлечении болезни, такая вот Сигула. И на этом я на сегодня закончил. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!